Спортсмены много лет готовятся к участию в знаменитых Олимпийских играх, чтобы защитить честь своей страны и, конечно же, завоевать несколько блестящих золотых медалей. Но некоторые из атлетов поступают откровенно бесчестно и идут на мошенничество. Не забывайте подписаться на канал и предложить свои темы для роликов в комментариях. Дора Ратьен Имя Ратьен навсегда связано с первым скандалом по поводу гендерной принадлежности спортсменов. 20 ноября 1918 года в семье Ратьенов родился четвертый ребенок. Акушерка, принимавшая роды, сказала, что на свет появился мальчик. Поздравляю, у вас сын. Но через пять минут переменила свое мнение и сказала, что это девочка. Что-то было не так, но судьба ребенка уже была решена. Дора стала воспитываться как девочка. Став подростком, она стала увлекаться спортом. В 1935-м стало ясно, что Ратьен претендует на попадание в олимпийскую сборную. Настолько уверенно она поднимала планку личных рекордов. При этом Доре приходилось через день брить ноги, а перед тренировками тщательно маскировать свои первичные половые признаки, чтобы никто ничего не заподозрил. В 1938 году Дора выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике и поставила мировой рекорд в прыжках в высоту. После победы в Вене спортсменка возвращалась в Кельн. Спортсменка ехала в поезде, когда попутчики вызвали полицию. Пассажиры заявили, что в вагоне сидит странный мужчина, переодетый в женщину. На Дору Ратьен завели уголовное дело, после чего суд решил, что привлечь Ратьен за мошенничество нельзя, ведь никакой личной материальной выгоды она не преследовала. Ее лишили спортивных титулов, и в будущем Ратьен было запрещено принимать участие в соревнованиях. Татьяна Чернова Легкоатлетка Татьяна Чернова в 2013 году была дисквалифицирована на два года за употребление допинга, который применяла в 2009 году. Это было очень неприятное известие. Когда я получила информацию о нарушении, стал вспоминать, что происходило летом 2009 года. Посмотрела свой дневник спортсменка. После олимпийского сезона я некоторое время готовилась к чемпионату мира самостоятельно, не в составе сборной России, и по собственной инициативе в обычной аптеке приобрела биологически активную добавку. Посмотрела состав, ничего запрещенного не увидела, начала принимать, и вот спустя пять лет после перепроверки допинг-проб чемпионата мира у меня обнаружили запрещенный препарат. Ну, что тут сказать. Мои незнания и глупость привели к ошибке, которую невозможно исправить. Хочу принести свои извинения моим болельщикам и людям, которые со мной работали. Запрещенный препарат я приняла неумышленно. Все произошло по моей неопытности и доверчивости. Я приложу все усилия, чтобы ситуация аналогичной этой не повторилась, и хочу обратиться к действующим спортсменам, особенно молодым. Будьте внимательны и осторожны, не повторяйте мою ошибку, говорит Чернова. Борис Онищенко Это произошло на 21-й Олимпиаде 1976 года в Монреале, на которой сборная СССР по пятиборью считалась фаворитом, а также Борис Онищенко лучшим фехтовальщиком советской сборной. Во время боя Онищенко с лидером сборной Великобритании Джереми Фоксом британец неожиданно отпрянул назад, и шпага Онищенко его явно не задела. Однако судейская лампочка за спиной Фокса почему-то загорелась, и нанесенный укол зафиксировала. По требованию Фокса, экспертом по оружию шпага Онищенко была осмотрена, и в ней был найден дефект в виде каких-то непонятных проводков. Подозрительная шпага была заменена, поединок с командой Великобритании продолжил. Через несколько дней, после того, как прошла половина запланированных поединков по фехтованию, апелляционная жюри пригласила представителей советской олимпийской делегации ознакомиться с найденным в рукоятке шпаге скрытым устройством и с их решением о дисквалификации Онищенко и всей сборной СССР по пятиборью в командном зачете. Онищенко отрицал, что обнаруженное устройство принадлежит его шпаге, но ему не поверили и срочно изолировали. На следующий день председатель Госкомспорта СССР и глава советской олимпийской делегации Павлов выступил с официальным заявлением, в котором все обвинения признавались. Онищенко был вывезен самолетом в Москву, где был пожизненно дисквалифицирован. Аделина Сотникова Сборная Южной Кореи подала протест на результаты женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи, где россиянка Аделина Сотникова заняла первое место, а кореянка Ким Юна – второе. Как рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс, корейцы написали письмо протеста. Но полученное письмо не станет поводом для начала какого-либо расследования. Западные СМИ также всячески негодуют по поводу победы нашей фигуристки, считают ее незаслуженной и якобы судьи 100% засудили несчастную кореянку. Самое главное – это разница в сложности программу девочек. У Аделина она была намного сложнее, почти все трудные элементы приходились на вторую часть программы, что также в разы сложнее и добавляет ей баллы. Сотникова откатала более сложную в техническом плане программу с элементами на самый большой, четвертый уровень сложности, в то время как Ким получила за некоторые элементы третий уровень. Позже, в начале 2017 года, Сотникову могли лишить золотой медали, полученной в Сочи, поскольку с ее пробиркой были произведены механические манипуляции. Одно из итальянских изданий пишет, что речь идет не о положительных результатах допинг-тестов, а о царапине первого типа, обнаруженной на пробирке девушки. Надо сказать, что в 2014 году после анализов был сделан вывод, что она чиста и никаких запрещенных средств не принимала. Кейс Штайнер В 2017 году у лошади-наездницы из Швейцарии Нади Петер Штайнер после победных соревнований из Марокко нашли следы запрещенного вещества – тромадол. Спортменку дисквалифицировали на 4 года, но она обратилась в суд, причем сразу с двумя версиями попадания допинга в организм животного. Первая лошадь облизала руку одного из официальных лиц, пока Штайнер ушла на награждение. Надя даже приложила соответствующую фотографию, но спортивный арбитражный суд эта история не впечатлила. Зато вдохновила другая. Завязка сюжета такова. Водитель из команды принимал тромадол из-за боли в спине. Мужчина сходил в туалет на сено в грузовике неподалеку от животных. Когда Штайнер и компания приехали в Марокко, сено с тромадолом перенесли из грузовика в конюшню, и лошадь употребила его в пищу. Водитель не сразу рассказал об этом, опасаясь лишиться работы, но затем все же признался. Штайнер заявила, что она не могла представить ситуации, при которой водитель будет мочиться рядом с лошадьми. А значит, это не ее халатность. Суд встал на сторону спортсменки. Дисквалификацию, штраф в 7 тысяч с половиной швейцарских франков, или 602 тысячи рублей, отменили. История показалась странной многим. Кто-то из спортивных лиц сразу усомнился в правдоподобности этой версии. А кто-то, в том числе и ветеринарный врач сборной России, с ней согласился. Тоня Хардинг Тоня Хардинг – первая фигуристка в истории США, которая смогла исполнить тройной аксель. По сей день тройной аксель считается преимущественно мужским прыжком, который покоряется далеко не каждой олимпийской чемпионке. Самым успешным в карьере Хардинг стал 1991 год. Тогда тройной аксель принес Хардинг победу на этапе Гран-при Скейт Америка. Серебро чемпионата мира, титул чемпионки США и мировое признание. В тот момент Тоня считалась одной из лучших фигуристок планеты. На играх 1992 года она остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место. Поэтому на следующих соревнованиях Тоня очень хотелось исправиться. Масло в огонь подливало и то, что в 1992 году бронзу у Хардинга добрала давняя соперница – Нэнси Кэрриган. Чтобы та снова не оказалась на ее пути, Тоня пошла на крайние меры. Хардинг решила устранить конкурентку. Бывший муж и действующий телохранитель нашли специального человека, который должен был сломать ногу Кэрриган. Но соперница Тони получила дубинкой по ноге. Виновных нападение на Кэрриган поймали. Телохранитель, исполнитель заказа и его сообщник в итоге загремели в тюрьму. Сама Тоня отделалась условным сроком, общественными работами и штрафом. У Хардинг не только одобрали титул чемпионки США 1994 года, но и запретили даже близко подходить ко льду до конца ее жизни. Данил Лысенко Данил Лысенко в августе 2018 года был временно отстранен от международных соревнований. Причиной послужили пропуски допинг-тестов – три в течение 12 месяцев. И это наказуемо. В мае 2019 года в отношении Лысенко было заведено дело в Международной ассоциации легкой атлетики в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов. Лысенко предоставил поддельные документы о том, что не смог пройти допинг-тесты из-за болезни. Оказалось, что все данные клиники, в которой лечился Данил, от регистрационного номера до имен врачей были выдуманными. А по указанному адресу больницы находилось разрушенное здание. Инцидент Лысенко имел серьезные последствия. Были приостановлены действия государственной аккредитации ВФЛА до 1 марта 2020 года. 3 февраля 2020 года Президиум Всероссийской Федерации легкой атлетики сложил себе полномочия и подал в отставку. А количество российских нейтралов на Олимпиаде в Токио и Чемпионате мира 2022 в Юджине было сокращено до 10 человек. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Продолжение следует...